Проект почти готов. Остались мелкие штрихи, такие как раскладка плитки. Мы выберем плитку, я сделаю раскладку. Также есть еще такие мелкие нюансы, которые позже в процессе мы добьем. Сейчас основная часть готова и мы готовы уже в понедельник приступить к работам. Начнем с обзора того, что я здесь изобразил. Сразу уточню, что все, что здесь изображено, то есть шкафы, диван, столы, кровать, тумбочки, комод. Вот прям все, что я мог подобрать, я подобрал и составил в списке в описании под этим видео. Двери межкомнатные, ну в общем, заходим, смотрим туда. Если что, то есть вы собрались заказывать дверь, заходим в описание, смотрим, какая там дверь, ее характеристики и заказываем эту дверь. То же самое по кровати, то же самое по тумбочкам. То есть все это здесь изображено, чтобы потом не было никаких проблем с розетками. Потому что все розетки привязаны к мебели. Мебель, которую я изобразил, указал в описании. Итак, начнем обзор с кухни. Самое интересное место, самое насыщенное по технике. Здесь появились некоторые изменения в длине самой кухни, столешницы. С чем это связано? С тем, что длина столешницы всего 3 метра. В предварительном проекте, то, что изначально мы обсуждали, там длина получалась 3 метра 60 сантиметров. Это нехорошо. С той точки зрения, что нам бы пришлось докупать еще одну столешницу и ставить какой-то стыковочный профиль. Поэтому я решил оставить столешницу 3 метра и установить пенал. В этот пенал, либо в пенал, вот нам это еще предстоит обсудить на этапе, когда мы будем просчитывать кухню. В этот пенал установить духовку, либо под ворочную поверхность духовку. И в пенал спрячется микроволновка. Там электрику я подготовил. Сейчас в конце видео мы подойдем к коммуникациям и к освещению. Сейчас просто смотрим картинку, а в конце уже техническая часть. То есть там розетка будет накладная, питать духовку и питать микроволновку. Здесь шкафы 30-е с одной стороны, 30-е со второй стороны и между ними варочная поверхность. Я ее расположил так, чтобы у нас здесь была небольшая такая буферная зона, чтобы здесь сильно не пачкалась. Над ней вытяжка. И там тоже подготовлен вывод, с которого будет питаться сама вытяжка. Возможно, светодиодная подсветка. Вот это посудомойка 45-я. Рядом с ней раковина, мойка. Мойка изображена довольно-таки большая, 80 сантиметров. Можно сделать меньше, тогда у нас больше места останется под такую зону, где мы наливаем чай и, возможно, там кофемашина стоит. Это 80-й шкаф. Рядом с ним 50-й шкаф. Вот для того, чтобы сюда поставить чайник и, возможно, еще что-нибудь. Розетка для подключения этого чайника, холодильника и посудомоечной машины будет здесь под мойкой. То есть тут шкафчик открывается, такой технический шкафчик. Получается, там обычно стоит мусорное ведро. Там же система фильтрации питьевой воды. И там же у нас подключение смесителя, слив. Подключение все посудомоечной машины. И там же мы располагаем розетку, в которую включаем посудомоечную машину, холодильник и чайник. Для того, чтобы у нас ничего не было здесь видно. Розетки над рабочей зоной. Расположил вот так. Их можно спустить ниже. Но я бы рекомендовал использовать скрытую розетку, такую, которая уходит туда, вверх. Она монтируется в шкафчик. Врезается, подключается в какую-нибудь розетку. К примеру, для вытяжки у нас будет розетка. И можно будет ее включить туда. И когда мы готовим и нам требуется розетка, мы просто ее сверху вытягиваем и в нее подключаемся. Если не требуется, задвинули обратно и все. И у нас получается так, что столешница не имеет никакого визуального шума. Но если хотим все-таки розетки, я их расположил так. Из какой логики? То есть выше, чем центр. 20 сантиметров от верха фартука. Для того, чтобы, когда мы готовим здесь, у нас стоят всякие там коробочки, продукты, еще что-нибудь. Чтобы не закрывать доступ к розеткам. И плюс, чем выше розетки, тем они чище. То есть там всякие элементы, они очень сильно пачкаются. Со временем. И чем выше, тем она чище. Вот. Это тоже можно еще обсудить. Жду сообщения. Если спускаем ниже, значит спускаем. По водоснабжению здесь все хорошо. Ничего. Никаких вопросов нет. Все. Теперь на противоположной стороне стол. Стол с двумя розетками. Стол тоже в описании к этому видео. Ссылка. Там я добавил стол, который выглядит более современно, чем этот. Ну, посмотрим. Можно там. По тем параметрам можно выбрать купить стол. Розетки рядом со столом. Стол 140 в длину и 75 в ширину. Здесь шторы. Будет ниша для штор и без подсветки. Вот эту лоджию мы уже по факту сделаем. Ее я снизил стоимость по лоджии. Вы сказали там просто. Мы ее просто и сделаем. Утеплим. Ничего сверхъестественного там не будет. В отличие от кабинета, который на второй лоджии. Так. Здесь двойной выключатель. Выключатель будет включать свет перед кухней. И свет отдельно люстра, которая будет над столом. Вот так я изобразил освещение. Три больших светильника. Ярких. С рассеянным светом. И над столом ровно люстра. Получается 45 от края. И вот по центру. По центру и стол и люстра получилось по центру вот этих двух светильников. Один и два. Между ними центр и как раз здесь стоит стол. И вот отметил нишу для штор. По двери. Дверь по прежнему открывается в сторону кухни. Коробка подрезается с одной стороны. И коробка подрезается с наружной стороны. Дверь. Дверное полотно 70 сантиметров. Переместимся в кабинет. Здесь менее насыщенный по технике. По электрике. Здесь кондиционер. Для него естественное питание. Которое будет заходить сразу в кондиционер. Стол. Под столом розетка. Розетка расположена вот так. Для того, чтобы мы могли стол сместить сильно правее. Розетка оказалась все равно за столом. Либо оставить на этом месте. С противоположной стороны диван. Рядом с диваном розетки. Диван метр семьдесят шириной. Розетка одна. Вот здесь 30 от стен и 30 от пола. Для робота-пылесоса. Мы обсуждали шторы. Здесь будет подсветка штор. Подсветка штор белая. И она будет включаться от выключателя. Выключатель расположен здесь. То есть мы заходим сразу справа. От нас выключатель. И выключатель одной клавишей включает весь основной свет. Второй клавишей включает подсветку штор. То есть свет я расположил на равном расстоянии. Четыре штучки. И здесь вывод кабеля для подсветки штор. Еще раз ближе светильники покажу. 85 от этих стен. От этой стены метр сорок два. И между ними расстояние 2 метра 22 сантиметра. 2 метра 2 сантиметра. Не 22. Шкафы с этими размерами тоже по ссылке в описании. В прихожей. В прихожей я добавил проходной выключатель. Что это значит? Здесь свет. То есть раз два источника света. Они расположены по центру. Этот по центру вот этой зоны. Этот по центру вот этой зоны. Здесь выключатель находится вот он. Выключатель рядом с домофоном. То есть мы зашли. Разули. Здесь такая грязная зона. Включили свет. Прошли. Помыли руки. И чтобы не возвращаться обратно для выключения света. Я расположил еще один выключатель независимый вот здесь. Над розеткой. Мы здесь сделали розетку на всякий случай. И над ней выключатель. Они независимые. Что этот, что тот. Оба включают освещение коридора. И оба могут его выключить. Здесь прихожая. Электрощит расположится в шкафу. Вот в этом. Внутри по задней стенке. Теперь санузлы. В санузлах. На входе сразу двойные выключатели. В туалет двойной выключатель. Одной клавишей включается освещение туалета. Второй клавишей включается вытяжка в туалете. Здесь изображен фасад МДФ. Я добавлю стоимость в смете. Смета будет также в описании по ссылке. На весь этот объект. И они стоят недорого. Но нужно учитывать. Что если мы используем такие фасады. Мы не используем плитку на стенах. Соответственно мы ее не покупаем. Мы ее не кладем. Нам не требуется изготавливать какие-то короба из гипсокартона. Как в ванной комнате. Оно все монтируется на свои деревянные закладные. И смотрится очень-очень хорошо. По узлу водоподготовки. Я еще по месту буду смотреть несколько раз. Выберем самое подходящее место. То есть скорее всего не здесь будет. А будет вот здесь сбоку за вот этой дверцей. Она будет высокая, сплошная. Там будут счетчики. В ванной комнате двойной выключатель. Один выключатель включает основной свет в ванной комнате. Второй выключатель включает подсветку ниши для ног. Такой будет мягкий рассеянный свет. По ванне. Ванна ширина 80, длина 1,80 метра. Шторка, душевая система. Здесь я добавил тумбочку под столешницу шириной метр двадцать. И рядом стиральная машинка. Над столешницей розетки. Розетки две. И они не низко, не высоко. Так примерно хорошо они расположены. Также здесь зеркало. Зеркало тоже добавил ссылку в описании. То что я присмотрел. Похожее. То есть не похожее. А с таким же диаметром. 80 сантиметров. Красивое круглое зеркало с подсветкой. Для него мы будем готовить вывод. Для питания. Также когда мы заходим в ванную комнату. Справа от нас расположен терморегулятор. Терморегулятор включает теплую стену. Теплая стена будет расположена вот здесь. Вместо полотенцесушителя. Она выходит выгоднее, чем покупать хороший полотенцесушитель. Потому что такой более-менее полотенцесушитель. Долговечный стоит около 10 и более тысяч рублей. Что касается теплой стены. Мы покупаем только греющий кабель. И покупаем. То есть выполняем сами монтажные работы. В себестоимости около 7 тысяч рублей получается. Но при этом. То есть работа плюс материал около 7 тысяч рублей. Но при этом он очень долговечен. А тут будут некоторые проблемы с датчиком температуры. Но я уже все придумал. То есть мы проведем датчик температуры. То есть провод для датчика температуры от терморегулятора. Вот сюда в розетку. И отсюда через кабель-канал гладкий проведем терморегулятор на свое место. Вот сюда для питания подсветки. Ой. Терморегулятор. Датчик температуры для теплой стены. То есть он будет заменяться. Датчик температуры бывает выходит из строя. На нашей практике такое случилось в два раза. Поэтому он должен быть заменяемый. Чтобы он был заменяемым мы подготовим вот здесь отверстие. В которое мы сможем вытянуть и вставить этот датчик температуры. И отсюда же пойдет провод сюда. Потому что с этого места мы его не сможем заменить никак. Нам нужно как-то сделать где-то стыковку. Стыковка будет вот здесь в подрозетнике. По ванной комнате думаю здесь все понятно. Шкафчик пока не рисовал. Возможно его не будет. Потому что у вас на самом деле очень много места в санузлах. Взять одно место только вот здесь за инсталляцией. Здесь просто целый полноценный шкаф. И плюс тумбочка подвесная под столешницей. За стиральной машинкой розетка. За стиральной машинкой также для нее водоотведение. И холодная вода. Чтобы она сразу здесь по месту подключалась. Перемещаемся в кабинет. В кабинете. Кровать с тумбочкой. С тумбочкой под телевизор. Шкафами. Все в описании есть. Здесь есть нюанс небольшой по двери. Те двери которые я рекомендую приобрести. Они на данный момент 70 и 60. У нас везде по всей квартире 70 сантиметров. Но вот в спальню от застройщика предусмотрен проем шире. И полотно должно быть 80 сантиметров. Мы можем заняться поисками 80 полотна. Нужного нам. Но здесь я изобразил проем уже. Чтобы я не уверен. Что у нас получится найти дверь 80 и возможно нам придется полностью все двери искать какие-то другие. Отличные от того что здесь изображены. И того что я предлагаю взять. Но чтобы не заниматься поисками. Я узел здесь проем на 10 сантиметров. Дверь 70. Так же как и в кабинет. Так же как и на кухне и в санузлы. Все двери 70. В комплекте с этой дверью в описании. Которая идет. Дверная коробка комплект. И 5 наличников. Наличники на одну сторону и на вторую сторону. Отдельно придется докупать дверные доборы. Доборы тоже поставил в описании ссылку. Они идут комплектом по 3 штуки. На один дверной проем нужно 2,5. Но у нас получается что их. Мы не сможем сэкономить. Их нужно купить 1, 2, 3, 4, 5. 5 комплектов. А в комплекте 3 штучки. Этот момент еще тоже жду сообщения. Нам нужно обсудить. Что делаем с этой дверью. Как заходим в спальню. У нас сразу слева выключатель. Одинарный выключатель. Он включает весь основной свет в спальне. Здесь 2 светильника расположены симметрично относительно розеток и тумбочек над кроватью. Ниша для штор. В этой нише будет подготовлен питающий провод. К которому подключится светодиодная подсветка. Которая в свою очередь будет включаться от пульта. То есть мы обсуждали. Мы обсуждали что она будет разноцветной и к ней будет пульт. Поэтому она включается не от выключателя, а от пульта. А в кабинете включается белое от выключателя. Здесь понятно все эти элементы. Они есть в описании к видео по ссылкам. Шкафы. Здесь 2 шкафа по 80 сантиметров. В общей сложности получается 160 сантиметров. Проход получается просторный и шкафы не мешают. За телевизором расположен кабель канал. То есть я подготавливал здесь розетки. У нас будет розетка вверху. И внесут 2 розетки которые в тумбе. Рядом с ними будут такие пустые отверстия. Они между собой будут соединены трубкой. Чтобы мы могли протягивать кабель от верхнего подрозетника к нижнему подрозетнику. HDMI или еще что-либо не имеет значения. И предлагаю вот здесь же в этом подрозетнике вывести провод. Который интернет. Он будет сразу обжатый и сразу включаться напрямую в телевизор. Без каких-то дополнительных розеток. Такой вариант экономичнее сильно. И к тому же здесь все равно будет висеть телевизор. И за ним вы не будете видеть это подключение. Электрощит будет расположен вот здесь шкафу. Я уже говорил. Кабинет. Переместимся в кабинет. Вот здесь один свет. Он включается. Вот здесь как заходим сразу на стене. Одинарный выключатель. Над ним теплый пол, который включает подогрев пола на лоджии. Рабочее место. Стол шириной метр двадцать. Над столом одна розетка для зарядки телефона. И под столом две розетки для подключения компьютера. И возможно еще чего-нибудь. С противоположной стороны здесь розетка на всякий случай. Мы обсуждали. И стоит большой комод. Комод по размерам я подобрал. Тоже по ссылке в описании. И он максимально похож на этот по открыванию дверей. У нас здесь главная загвоздка в том, что здесь идет скос. И выдвижной ящик может конфликтовать с этим скосом. Поэтому очень важно, чтобы здесь была расплошная дверца. Теперь все размеры для электрики тоже обозначены. То есть все выводы. Все на своих местах. Все вот как. То есть мы подобрали мебель. И по этой мебели сделали расположение всех розеток. И отметили все места. Все размеры. Синий терморегулятор. Зеленый выключатель. Красные розетки. Желтый кабель-канал. По освещению. Здесь. Вот. Все по своим местам. Асимметрично. То есть на кухне у нас идет. На равном расстоянии есть проем от стены, которая справа от кухни до ниши для штор. До самих штор. Я взял это место. Это расстояние разделил на 4. И по равном расстоянии расположил вот эти большие светильники. Между вот этим и этим светильником расположилась люстра и центр стола. Люстра на расстоянии от стены 45 сантиметров. Так же все размеры здесь указаны. В кабинете 4 больших света. В кабинете будет много света. Будет хорошо. В коридоре 2 светильника на одной линии. Один расположен по центру вот этой зоны. Второй по центру вот этой зоны. Здесь в ванной комнате 2 света. Один получается над столешницей почти. А второй над ванной. То есть ванной света будет очень-очень много. Будет очень комфортно. В туалете просто один источник света посередине. И все. Нам нужно будет еще обсудить вот эту лоджию. Вторую. Ну и я думаю, что мы ее сделаем по факту. Так как она очень простая. И вы говорили, что там ничего такого не будет. Я и стоимость снизил этих лоджий. С целью упростить. Мы так нормально утеплим. Там зашпаклюем. Сделаем гипсокартон. Будет все хорошо. Но без какого-то большого количества электрики. Вот как на этой лоджии, к примеру. Где рабочее место. Еще нам нужно будет докупить вот эти доборы для входной двери. Потому что мы их подберем. Белые матовые. И возьмем. Потому что здесь дверной проем. Глубина широкая. И уже по факту будем смотреть. Вот. Если все хорошо. То есть смотрим. И мы готовы уже в понедельник приступить к работам. Сейчас на основе этого проекта я буду считать количество кабеля. Количество труб. Гипсокартона. Там шпаклевки. Укрывочного материала. Все, все, все. Что нам требуется для ремонта. И одной большой машиной. Доставкой закажем на наш объект. И все поднимем. И приступим к работам. Первоначально начнутся черновые работы. Такие как электрика, сантехника. Монтажные работы. Штукатурка в санузлах. Сейчас я все дополню до конца. Двери. Плинтус отопления. Вот такой ремонт у нас получился. Все. На этом считаю видео завершенным. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok